На фабрике имеется настоящий деревообрабатывающий цех, и тут очень опасно. Пилы, катающиеся на тележках люди. Корпус гитары Леса Пола изготавливают в основном из красного дерева для прочности. Но сырая древесина – заготовок коробится, и это приведет к искажению звука. Поэтому их сначала надо высушить. Нельзя, чтобы древесина коробилась от влаги. После просушки она должна быть ровной. Влаги должно быть не больше 10%. 10% – да это много. Значит, меньше. В обычной печи просушка заняла бы более месяца. Ради ускорения процесса на фабрике Гибсона используют вакуумную печь, которая вытягивает влагу из дерева, из-за чего просушка занимает всего два дня. Она вытягивает воздух, внутри поддерживается низкое давление. При низком давлении падает и точка кипения воды. Внутри печки вода кипит и испаряется уже при 30 градусах. Просушенное красное дерево появляется из печи, словно свежий хлеб. Далее из него вырежут дно гитары. Оно теплое. Да. Склеивать корпус гитары – работа Боба Мессмана. Многие думают, что дно гитары сделано из цельного куска дерева. На самом деле, из нескольких склеенных вместе. Как это называется? Клеевое колесо. Колесо. Ежечасно на этом, похожем на колесо, обозрении устройстве катается 90 новых дек. Первая дека. Клей высыхает за пару часов. Теперь на вырубной станок. Автоматизированный вырубной станок постепенно вырезает из заготовки полости, в которые позже поместят металлические детали. В цеху стоит пыль и шум. Затем на деку наклеивается лицевая панель, которую мы по большей части и наблюдаем. Лицевую панель делают из клёна, древесина которого не только прекрасно смотрится, но и делает звук роскошным. Как только начинаю выпендриваться, сразу что-то ломается. Соединяем дно и лицо. Красное дерево и клён сливаются в гармонии под высоким давлением и воздействием клея. Великолепно. Знакомая форма вырезается ленточной пилой. У неё грозный вид. Смотрите. Работы с деревом окончены. Мы создали каркас для будущей музыкальной иконы. Пора браться за металл. Грифы движутся по конвейеру, чтобы соединиться с непременной частью гитары — ладами. Это лады. На самом деле, это один длинный лад. Но каждый из этих фрагментов станет ладом на грифе. На конце лада имеется выступ, который попадает прямо в вырубленную в грифе бороздку. Нужно какое-то время. Каждый лад устанавливается вручную. Работа эта должна выполняться аккуратно. Теперь ясно, сколько труда уходит на гитару. Гибсон пока не нашёл станок, способный устанавливать лады с большой осторожностью и точностью, требующейся при изготовлении гитары. Отлично получилось. Вы молодец. Правда? Лады нужны по двум соображениям. Во-первых, они приподнимают струну над грифом-накладкой, чтобы она лучше вибрировала. Во-вторых, это позволяет закрепить конец струны в точно установленном месте, что позволяет точно отрегулировать высоту тона. Да, концы струн закрепляют по так называемому западному звукоряду. Все ноты выстроены по западному звукоряду. Для этого требуется определённая высота ладов. Если они слишком высокие, струна будет биться о них при вибрации. Грифовая накладка крепится на гриф. За соединение грифа с декой отвечает Тейлер Парсенс. И снова всё делается вручную. Вот это настоящее единение деки и грифа, тела и головы. Верно, Тейлор? Да, космический челнок стыкуется со станцией. Скажите, насколько далеко задвигать зажим? Да и её боковой стороны. Ага, понятно, хорошо, вот так. А теперь поверните вправо. Гриф слишком велик и не проходит в деку. Я думал, что его размеры подгоняют изначально, и при сборке всё идеально встаёт на места. Однако каждый гриф в индивидуальном порядке подгоняют к деке. Таковы методы работы на фабрике Гибсона. Смажьте её клеем хорошенько. Ладно, чтобы вся поверхность была промазана. Хорошо. Прижмите их хорошенько. Посильнее надавите и чуть тяните на себя. Вот так. Я правильно делаю? Да-да-да. Итак, у нас есть собранная гитара. Настоящий Гибсон. Теперь корпус нужно покрасить. Даже ошкуривание корпуса перед покраской делается вручную. После покраски гитару покрывают лаком, придающим классический блеск. Гитары окрашиваются быстросохнущим лаком. Это важно, учитывая, что слоёв всего шесть. Этого многие вообще не знают. Что скажете? Ну что, неплохо для новичка. Новичка? Да. Ай-яй, Карен. Для такого роскошного блеска шесть слоёв в самый раз. Смотрите, какая красавица. Сверкает полировкой. Конечно, сейчас это всего лишь гитара с воздушными струнами. Но мы сейчас с вами пойдём в другой цех, где творится нечто очень важное. Здесь устанавливают металлические струны и магниты, которые и делают гитару электрической. Так как гитара становится электрической? Ответ в магнитах внутри корпуса. Меня всегда мучил вопрос. Как же происходит снятие звука? Как вот эта штука работает? Электроток получается от вибрации струны рядом с магнитом. Внутри звукоснимателя имеется магнит в форме скобы. Магниты стремятся к объединению в кольцо, поэтому струны замыкают это кольцо. Вибрирующая струна создаёт колебания магнитного поля, от чего и вырабатывается электричество. Ток передаётся на усилитель, а через него на громкоговоритель, который производит колебания звука в соответствии с нотой на струне. Металлические части установлены. Натягиваем струны. Убрали грязь, гитара близится к завершению. Уже скоро она родит первые ноты. Вы натягиваете струны, да? Кирби, расскажите о вашей работе. Это тайна. Вот это конец деки. Да-да-да. И вы, значит, протягиваете через него струны. Это ведь можно делать и на конвейере. Ставил струну и передавай дальше. Но верно, я их просто подкручиваю. Вот смотри. Готово. Высоту гитарной ноты определяют три вещи. Во-первых, инертность струны. Чем она меньше, тем реже вибрирует струна. И тем ниже нота. Во-вторых, натяжение струны. Натягивая струну, вы повышаете ноту. Ну и в-третьих, это, естественно, длина струны. Укорачивая ее, вы заставляете струну вибрировать быстрее. От этой ноты до этой. Сейчас покажу. Гитара быстро расстроится, если гриф будет гнуться под напряжением струн. Поэтому внутри каждого грифа имеется железный прут, анкер. Сразу могу сказать, что гриф искривлен. Это видно, если посмотреть через струны. Вот смотрите. Видите? Гриф прогнулся. Для этого нужен анкер. А он исправит? Да, его нужно повернуть по часовой стрелке на восьмую часть круга. Видите? Теперь ровный. И правда ровный. Я работаю на заводе 12 лет, и у меня наметанный глаз. Я сразу вижу искривление. Но эта гитара отличная. Такую гитару будет рад получить любой музыкант. Да, да, да. Им обязательно понравится. У меня такая же. Теперь гитару нужно настроить и проверить. Это хроматический цифровой тюрок. Сейчас я пробую струну ми. Прибор показывает, что это бемоль. Сейчас я ее буду подтягивать. И попробую еще раз, правильный ли звук. Все ноты должны быть четкими. Если что-то не так, то нужно настроить. Теперь вы видели, как кусок дерева превращается в настоящую электрогитару. Да. Из которой можно извлечь божественные звуки. Ну что остается сказать? Продано!